Представляешь, вчера пришли гости, а мой начал рассказывать неприличный анекдот. Мне пришлось его выставить на дверь. Ага, понятно. Ну и что он сделал? Так это, гости, чтобы услышали окончание, поперлись за ним. Я сегодня семерих убил своим интеллектом. Что, мух бил дипломом? В травах содержится очень много витаминов, антиоксидантов, ферментов, минералов. Организм очень радуется, когда все это в него попадает. А точно, вчера травы попробовал. Организм так радовался, так радовался, что ржал без остановки 20 минут. А что ты сегодня делаешь? Ничего? Так ты же его вчера делал. Ну, не наделал? Что за птица из пяти букв, которая в яйца не несет, а сама из него уводится? Так это петух? Какой муха звенит? Право. Правильно. А что ты загадала? Чтоб ты вылез, мусорное ведро. Мне подъезды хотели помочь дать. А откуда ты знаешь? Так если бы не хотели, не дали бы. Мне кажется ли тебе, дорогой, что после свадьбы мужики умеют? Да, милая. Но только потому же бывает поздно. Петуха, что можешь сказать о нашем новом начальнике? Многограммная личность. Да, он мне тоже стакан напоминает. То общего между мини-юбкой и оранжой. И то, и другое помогает некрасивым девушкам скрывать лицо. Я тут случайно взяла твой сотовый телефон. У тебя в списке контактов числится мой бывший. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Дура. Это мой бывший номер. Я опаздываю на скачки. Дай мне поскорее чистую рубашку. Скачек не будет. Петуха, вот ты почему пьешь водку с стаканами? Потому что из ведра пить неудобно. Половина выливается. А ты кем работаешь? Делаешь людей умиротворенными и добрыми? Что, пастырь что ли? Крову продаю. Хочешь я подарю тебе? Небо, звезды, луну, всю вселенную. А что, денег совсем нету? Нет ли у тебя спичек? Есть. Но вам я их не отдам. Почему? Каждый раз, когда я вам отдаю спички, потом у меня одной не хватает. И как ты расходуешь свою зарплату? 40% на еду, 30% на одежду, 30% на коммунальные расходы, 20% на развлечение и на непредвиденные расходы. Ну это же, получается, 120%. Ну в том-то и проблема. Слушай, пришелец, а не пропустить ли нам поры мишка, а? Ты можешь и пропустить, а я, пожалуй, выпью. Лучшими днями в моей жизни я обязан Карпатом. Как это понять? Ты же там никогда не был. Я нет, но моя жена ежегодно ездит туда отдыхать. Скажи мне, для чего ты вышла за меня замуж? Чтобы каждый день устраивать мне скандалы? Но я не знал, что ты такой дурак. Леш, ты прекрасно знала об этом. Идет мужик домой бухой. Бабушки у подъезда ворчат. Акашня, Сталина на вас нет. Мужик отвечает. А на вас Раскорнникова. Зачем вы девушки красивых любите? Ну богатых на всех не хватает. Вы говорите по-английски? Только со словарем. А с людьми стесняетесь? Ты чего ж черепил? Я тебя не смогла уторвать от пола. Неужели клей? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Возька говорит маме. Мама, мама. Вы трезвитель сгурел. Мама говорит. А с чего ты взял? Да, папа шел и припел песню. Враги сожгли родную хату. Ха-ха-ха-ха. А какой у тебя номер телефона? Такой же, как и у тебя. Только цифры другие. Ха-ха-ха-ха. Покупает покупает на рынке новые русские фрукты. Это что у тебя? Яблоки. Два кило и крак завернуть каждый по отдельности. А это что? Груши. Три килограмма и каждый завернуть по отдельности. Ну, делать нечего. Заворачивает. А это что? Это сливы. Три килограмма и завернуть каждый по отдельности. А это что? Ну, это смуродина, но не продается. Это правда, что ты лотерею машину выиграл? Да, правда. Только не машину, а квартиру. И не лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл. Раньше ты такой не была. Ах, вышло же обновление. Следить надо. Врачебная тайна строго соблюдается докторами. КОНЕЧНЕ. КОНЕЧНЕ. Вы только гляньте на их почерк. Ты потребовала бы развод, если бы узнала, что муж тебя изменяет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. За такое еще и награждать? Скажите, Петруха, а когда вы поняли, что в вашем доме появился кто-то чужой? Ну, у нас в семье как-то не принято херачить меня сзади таблеткой по голове. Девушка, а девушка, купите мне муроженые. Альфонс что ли? Нет, пломбир. Слушай, я заказывал у вас 3 килограмма груш, я послал сына покупать, я потом взвесил, оказывается только 2 килограмма. А вы, сыночка, не взвешивали? Если будешь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу свои вещи и уеду от тебя. Пакет нужен? Профессор спрашивает блондинку, в каких измерениях измеряется сила тока. Девушка говорит, в километрах. Почему в километрах? На проводах даже тянутся и тянутся. сила токсированы. Сила токсирована. Битруха, как будешь встречать Новый год? Я уже все продумал и запланировал. Это будет нечто, неповторимое и незабываемое. Ну, нажрешься, наверное. Ну да, а как ты догадалась? Разговаривает подруга. Один говорит. Слышь, не понимаешь, я вчера участвовал в ограблении. Да, что ты там делал? Да что делал, что делал? На полу лежал. Какое туристическое путешествие вы считаете наиболее бюджетным для вашей семьи? Прогулку в парке через дорогу. Запорожье летел в Бензии. Вышли барбаки, смотрят. В Запорожье багажнике вся бутылочная тара в дребезге. Хозяин вышел и говорит. Ну что, будем разбираться? Са тара в дребезге. Жена говорит мужу. Петруха, тебе не кажется странным? Наши соседи уже 4 дня не ругаются. Муж говорит. Ну, не знаю, наверное, поссорились? Муж говорит жене. А где ты пропадала всю ночь? Почему у тебя не было? А давай я тебе там наводку. Ну, давай лучше на коньяк и можешь мне говорить. Женщина пришла в магазин. Продолжите, говорит. Вы, наверное, никогда не изменяете мужу. Женщина говорит. Ну, ё-моё. Неужели сегодня тоже очень плохо выгляжу? Я уже пришел медпункт. Расцарапанными лапами. Что случилось? Да, хотел почесаться. Ты кем работаешь? Ландшафтным дизайнером. Ух ты! На компьютере? Нет, на пульдозере. Мужик читает объявление. Продается уреховая спальня. За пол-литра водки. Мужик сходил в магазин, взял бутылку водки и пошел по указанному адресу. И видит, заходит и звонит. Навстречу ему выходит пьяный мужик в трусах. Это вы продаете уреховую спальню? Да. Заходит в квартиру, смотрит. Ничего нет, кроме собачьей будки посрединной комнаты. А где же уреховая спальня? А пьяный мужик говорит. Олег, выходи, я твою спальню продал. Все продают. Только воздухом не торгуют. Зря вы так думаете. Просто шарик стоит 10 рублей. А на тут ты 15. Что-то от тебя попахивает оптимизмом. Ты что, радовался жизни? Нет, это мужики радовались. А я рядом стоял, печалился. Идут во пьяных по вечернему городу. Один говорит. Смотри, смотри, какая луна. Это не луна, это месяц. Нет, луна. Нет, месяц. Ну давай, вон, мужик идет навстречу. Давай у него спросим. Мужик, мужик, посмотри. Мой друг говорит, вот это месяц. А я говорю, луна, кто прав? Мужики, я вообще-то не местный. А как мы спите? Ой, плохо. Вечером засыпаю рано. Утром просыпаюсь поздно. А после обеда все время врачусь, никак не могу заснуть. А сегодня ночью просыпался 12 раз. И после этого ни разу не заснул. Ты зачем купила конфеты? Ты же худеешь. Ну, на черный день. Как интересно ты назвала? Ночью пожрать. Держу поры, что мой сосед опять на этой неделе опять кнал самогон. А с чего ты решил? Ну, его кролики опять набили морду моей строжевой собаке. Как тебе удалось достичь того, что твои сотрудники никогда не опаздывают? Очень просто. У меня работает 30 человек, а мест для парковки всего 20. Дорогой, купи мне шубу. А то, если ты мне не купишь шубу, я могу простудиться и умолять. А то, холодные, обойдутся тебе дороже. Зато раз и навсегда. А сколько вам лет? 48. Ну, вы 2 года назад тоже говорили то же самое. Я не из тех, которые все время меняют. Я одни дня не болел, потому что вел простой, размеренный образ жизни. Я ложился в 9 часов, утром просыпался в 6, с 8 до 17 я работал, днем обеду в 12. Ел простую, незатейливую пищу. Один час в день тренировался спортом. А можно спросить, вот, а за что ты сидел? Дорогой, у меня, типа, есть новости. Одна хорошая, одна плохая. Ладно, нет времени сейчас. Говори только хорошую новость. Ну, в общем-то, подружка безопасности работает. спортом я угадаю, как тебя зовут. Ах ты шкафтина! Опять нажрался! Как будто я только успел, тварь! Ты что, хочешь помириться? Проверь, фига скрутить. Слышал? Колька на танке женился. И как живет? Как колобки. Это как? Просто, то одна, из окна улетает, то другой. Ах, привет! Ну как, ше-то родила? Родила. Кого? Близнецов. Ха, круто! А на кого похожи? Друг на друга. У вас деревни, телевидение есть? А, есть. Вот у нас всех, спутниковые. Тоже хорошо. Да, хорошо. Все вместе соберемся и смотрим на спутники. А есть ли в России спортсмены, которые не употребляют топпинги? Конечно, есть. Футболисты. Это видно по их результатам. Какая разница между мужем и ребенком? В принципе, никакой, но хотя бы ребенка можно оставить одного с нянькой. странно у тебя как-то мебель стоит. телевизор в шкафу, пианина на холодильнике. ты что, перестановку делал? Ага. О, небось, пофрям шую. По пиани. дружина, почему доме беспорядок? Ветеринка была с дружьями. А пианино где? Дал послушать. Так надоели все эти наши скандалы. Хочешь, я тебя просто молча морду напью? Вы пьете? Только по торжественным случаям. Это когда? Когда есть что выпить. А как у вас с петухой вчера что-то было? Да, два пива и три портвейда. Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой? Да, и что она вся испортилась? Нет, у нас вся свекла, сходи еще раз. Ты очень плохо выкулачиваешь ковер. Надо посильнее. Сильнее нельзя. Почему? Если быть сильнее, поднимается ужасная пыль. Представляешь, еду я вчера в автобусе на работу, захожу и вижу, Путин компостирует билет на автобус. Да ты что, с ума сошел? Это не он. Вот я вчера тоже сомневаться начал. Думаю, наверное, у него есть проездной. Все мужики сволочи. Все они хотят только одного. Да-да, чтоб скоростной и еще безлимитный. Слушай, Мартона, сколько километров тут с вашей деревни до райцентра? Всю жизнь было пять километров. А потом понаехали специалисты и намерили семь километров. Вот теперь за них и лишних два километра ходим. А что ты вчера подумала, когда я вернулся ночью с фингалом? Ничего не подумала. А когда ты вернулся, фингала еще не было. Почему ты постоянно делаешь из меня туру? А что делаю? Я работаю уже с готовым материалом. А я вовсе не разговариваю? Еще бы ты, блин, вовсе не разговаривал. А как ты со своей женой познакомился? Да, случайно, в кафе познакомились. Она углубнулась и сказала, теперь ты будешь моим парнем. А ты чего? А я тогда курил много. Через два квартала выдохся, и она догнала. А пертуха, тебя приходилось влюблять в женщину, которая старше тебя? Ну, за столько лет еще ни одна не призналась. Слушай, ты почему развелась со своим мужем? Он относился ко мне как к собаке. В каком смысле? Требовала от меня верности. Моя жена убежала своим лучшим другом. Он красивый и моложе тебя. Не знаю, я его ни разу не видел. Но теперь он мой лучший друг. В понедельник я всегда себя чувствую Робинзоном Круза. Это почему? Скучаю по пятнице. Ну как твоя новая работа? О, и не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы работали за троих. Хорошо, что хоть нас пятеро. Ну как твоя новая работа? О, очень травматическое место. Сослуживцы то один, то другой. Получает полетень. С вывихами челюсти, жевками. А почему ты перестал встречаться с этой женщиной? У нее плохой вкус. А в чем это выражается? Она сказала, что я ей не нравлюсь. За что получил? Пятнадцать шуток ареста. Кидал лебедям хлеб. И что тут противозаконного? Ну, дело было в Большом театре. На валете Лебединое озеро. Купи мне вина. И даже завтра на работу. Какое еще вино? Красное, сухое. Слушай, это у тебя не супа, а какая-то вода, а? Не какая-то, а кипяченая. Вчера я видел, как ты выходил из пивнушки. А ну что же, поделаешь. Не могу же я там ночевать. Вот пять сволочкой нашелся. Кипячая, сказали. Нельзя ни грамма, а мы же не граммами, а литрами пьем. Чем отличаются новые русские от старых? Старые у нас все пальцем ковырялись. А новые антенны от мобильного телефона. А почему у тебя запахи разные? Потому что продавцы в магазине считают, что если они выставят один сапог, его не украдут. Петуха, как у тебя докторская? Ну, я что не закончил, но скоро начну. Дорогой, может, все-таки сходим к семейному психологу? Как ты выбралась? Ну-ка, пошла обратно в подвал. Петуха, ты чего так убиваешься? Жена ушла к соседу. Ну, не переживай. У вас же дети хозяева. Подумай, погуляй. Подумается и вернется. Вот этого я и боюсь. Ты всегда соглашаешься со своей женой. Далеко не всегда. И как он к этому относится? Ну, она ответом не догадывается. Сегодня утром проснулся с петухами. И сразу принялся за работу? Нет. Вчера спиану залез в курятник и уснул там. Утром пошел посыпать домой. Ты как женился? Благодаря интернету. Пять знакомств? Нет. В театр сходил, как ты? Молодец, ломался. Почему так много людей ездит на дорогих машинах? Общественным транспортом невозможно ездить в кредит. Никак не могу избавиться от клопов на диване. А ты его на мороз вноси по болот. По болот. И что? Назад заносят. Как там звучит песня про квантовую механику? Какая? Ну, там про множественную реальность и что наблюдатель формирует настоящее. Я углянулся, потому что ты не углянулась ли она, что... Я вчера пошел по компасу. И как? Разболил его в лепостки. Чем его отозрел. Чем его отозрел? Чем его отозрел? Молодец, огурцом выглядишь. Ещё бы, я же в банке работаю Ты где служил? Недалеко от Парижа Ух ты, а где конкретно? Телябинск Нифига себе, недалеко Ну не знаю, родный говорил, что 12 минут полёту Вы, к сожалению, в этой банке не выиграли А как вам понравилась сама гонка? О, сама гонка вам понравилась Поэтому и не выиграли А давай Петруху разыграем И вместо чая ему стакан Нальём сологону Хэ, а давай лучше меня так разыграем Известно немало случаев, когда жена уходит от мужа, который выпивает И сколько для этого нужно выпить? Слушай, а где Антошка что ли? Нет, Антошка Сколько вам в сахару чай положить? 12 ложечек И пожалуйста, не размешивайте Не люблю сладкий чай Дорогой, я шубу хочу Моя ты хозяюшка Поставь картошку со свеклой Я пойду в магазин за селёдкой Насколько крепким тебе сделать кофе? Насколько крепка твоя любовь? То есть воды вообще не добавлять Так пожуёшь Ты ко мне не лезь У меня чёрный пояс по горникам И чё? Сложу в кораблик Молодой человек Вы что, хотите меня клеить? Девушка, как вы такое могли подумать? Чтобы вас клеить, надо сначала обезжирить Надеюсь, ты заметил Я с тобой уже второй день не разговариваю А тише ты, может, я продлевать буду Петуха, если ты ещё раз пошутишь про мою фигуру Я тебе обещаю, получишь по морде тупинкой Ты меня понял? Да, Матрёна Что ты понял? Что твой лишний вес мне реально угрожает Что там за жерщина кричит? Сумочку у неё украли С деньгами? Нет, там денег, к сожалению, не оказалось Девушка А ведь я абсолютно свободен Подождите, мужчины Давайте уточним Свободен или нафиг никому не нужен Вот чему ты такой толстый и довольный? Но ни друзей, ни богатств не имеешь Я тот враг, которому дают ужин Петруха, ты что вчера опять бухал? А чё у тебя круги вокруг глаз? А чё сразу бухал? Нет, я устал на саканах просто Алло, вы трезвитель? К вам сегодня петруху не привозили? Эй, не привезу Я сегодня дома бухаю Мышка Скоро говорит мышке Ты самое ничтожное существо, которого я встречал Мышка говорит Повторите, пожалуйста Я хочу передать это Одной знакомой блохе Однажды ворона сидит на дереве И думает Вот опять бежит лиса Начнёт конючить Мол, спой Опять бежит с сыром И взял и переложил сыр под крыло А лиса побежала Как шандрахнула ворону Бейсбольной битой Ворона упала, сознание потеряла А лиса убежала Почухалась ворона и думает Ну нифига себе басню сократили Дорогая, в моих снах в последнее время что-то Безысходность, обречённость, поиск выхода А ещё бы Ты уже третью ночь в потодельнике просыпаешься Ты мне вчера вечером звонил? Нет А сегодня утром? Нет Это что, получается я зря телефон выключил? Привет, красавица Ты считаешь меня красавицей? Я просто забыл, как тебя зовут? А кто такой потомок? Это мой муж Что-нибудь прошу сделать, подумаю Всё время потом, потом Ладно, пусть будет по-твоему А поздно я уже передумала А почему с ней расстались? А ты смогла быть с тем, кто пьёт, курит, матерится матом? Нет Вот и она не смогла А мне тёж на день рождения Обещала подарить Борщ Хайен И ты просто плохо расслышал Борщ и хрен Ой, Перпюха, знаешь После развода с мужем я сильно поправилась А поскажи, что мне делать? Ну, прекрати праздновать Ты знаешь, указывается, Перпюхов попал в больницу Странно Только вчера я видел его довольного С очаровательными бандилками Ну, правда, его жена тоже видела Ты куда-нибудь боялся меня потерять? Конечно Вот однажды мы шли с тобой на поезд Я устал, а у тебя были деньги на билет Матрена, у тебя дочка родила, говоришь? А у вас что, внук? Нет А кто? А чё это Перпюхов начал саякаться после женитьбы? У его жены мать оказалась одной из сестёр тройняшек Он как три тёжки увидел Сколько друзей у меня было, сколько родственников Ходили друг к другу гости, общались Всех она забрала, проклятая А водка? Дача А я сегодня пораньше встал и начал пробежку в парке И смотрю, навстречу мне идут инопланетяне Да ладно, никогда не побежишь, чтоб ты встал и побежал Во сколько тебе должен был пройти? fall Семь В а сейчас сколько? 6 часов 83 минуты как ты думаешь существует ли на марсе леди это только научная гипотенуза но ведь к странами я утверждает ну что ж я ведь их вопросах не контингент ты слышала петруху исключили из секции альпинизма за что кто-то улетел его в том что он поднимался на шестой этаж на лифте каждый раз когда вижу что-нибудь смешное я не могу удержаться от хохота а интересно а как же тебе удается бриться а скажи ты веришь каталками и ворожеям ты знаешь верил до тех пор пока мне сходил к одной ясновидящей и постучался к ней дверь и что у нас сказала кто там ты слышала говоря что на рынке можно купить мясо по цене 1 рубль за килограмм а ну это вранье а пускай лишь бы дешевые а почему ты говоришь что между горлыми ногами существует тесная связь как почему промочишь ноги заболеет он на промочишь горло заплетается ноги ты слышишь как жасмин пахнет слышу слышу не глухая а материна скоро стукнет 35 а есть только никак не дашь правильно да по внешнему виду ей можно спросить лет 10 а по умственному развитию даже 20 опиши свою жизнь одним словом диван а двумя диван кровать а теперь подозревает многоженствие да вы что кто вам это сказал ваша жена и какая именно я сделал себе еще одну дырку в ухе ну и как теперь лучше слышно я машину купил только не едет почему-то за сколько купил за 18 тысяч рублей я за 18 тысяч холодильник купила тоже не едет ой знаете я чувствую что с котами мужчины все больше интересуются мной матрена это врачи матрена твой муж дома а дома но вот хорошо я хотел как раз у него попросить займы десятку но если у него была бы десятка разве бы он сидел дома а что было бы если бумеранг изобрели в россии зачем нам бумеранг у нас краб лезть помню в юности бывало ветру пива как нефиг делать выпивал а теперь вот только полметра могу что здоровье совсем слабое стало не морда дальше не пролазает скажите а почему у той коровы нет рогов понимаете многие коровы могут нанести большой урон своими рогами поэтому мы их спиливаем кроме того некоторые породы специально выведены безрогами но основная причина по которой данная корова не имеет рогов в том что она лошадь а ты почему такой пьяный а меня петруха напоил а ты что отказаться не мог он меня украшал м а что я без нее больше не вам ее он меня больше не нальет слушай матрона а какой я был вчера ты был как огурец овощем да а почему ты не спас свою жену когда она тонула я и не понял что она тонет урала как обычно у тебя говорят внучек приехал да вчера уж как неделю приехал ну и как дедушке помогает ну как не помогает грех сказать что ну на вчера например дедушкиную пенсию пропили вместе дорогой из тебя мог бы получиться неплохой преступник это почему же но ты сегодня ты сегодня целый день был дома и никаких следов деятельности не было времени дорогая целый день ждал тебя с распростертыми объятиями ой петруха мы вчера с маташей сколько магазинов вошли вы их не обходили вы внутрь заходили как у тебя фамилия ослик и ползота тебе с фамилией а инициалы и а не жалеешь что замуж вышла да что я не человек что ли жалко его конечно как охота дорогой нормально месяц не будем покупать мясо и что убил лося не пропил зарплату всю ночь не замкнула глаз ты храпел а собака лаяла а что же ты хотела чтоб собака храпела а я лаял подписываемся кликаем на колокольчик